Братск всегда был городом творческим, был и остается. Сюда, как магнитом, тянет людей искусство. В следующем сюжете программы «Факт» мы расскажем о семье известных музыкантов Эдуарде Гевандзяне и его жене Анжеле Ягонян. Семья приехала в наш город не так давно из Армении, но уже на протяжении нескольких лет воспитывает в маленьких брачанах через музыку и творчество в целом, любовь к вечному. На каких уникальных инструментах играют музыканты и почему такие люди на вес золота? Расскажем прямо сейчас. Это Эдуард Гевандзяне и его любимая дарбука. Старинный ударный музыкальный инструмент. Проще говоря, небольшой барабан, широко распространенный на Ближнем Востоке и в Египте. Однажды, услышав его звучание на концерте в Сирийской Арабской Республике, внутри нашего героя, все затрепетало. Это была любовь с первого взгляда, рассказывает Эдуард Гевандян. Арабская музыка завораживает. В принципе, как и любая другая, если исполнена с любовью. Эдуард Гевандян и его жена Анжела Ягонян воспитывались в творческих семьях. И оба попали в эту сферу благодаря огромному и истинному желанию музицировать. К 1 сентября 1967 года мой близнец-брат заболел, который должен был пойти на тар. Так что я с детства весь в музыке был. Вот вовремя стал музыкантом. Ну, в отличие от Эдуарда Голустовича, я выросла не в музыкальной семье. Ну, родители любили петь. И так по профессиональной линии пошла только я. Вот и после этого как-то вот так я захотела учиться. Мой папа мне очень помог в этом. Он поехал. Тогда раньше приобретение инструмента было очень тяжело. Вот фортепиано хорошее, чтобы купить. И вот он мне откуда-то издалека привез хороший инструмент. Фортепиано Беларусь. И вот я начала на нем играть. Благодаря творчеству, кстати, образовалась и семья. Знакомство молодой пары произошло в музыкальной школе. И Эдуард Голустович мне приносит какие-то ноты и говорит, ну вот сыграй мне, если сможешь сыграть. Я говорю, как это, чтобы мне, пианисту, не сыграть. И вот он взял свой инструмент, я села за фортепиано, и мы стали играть. А несчастливы в совместном творчестве. Вот уже почти 40 лет. Воспитали троих детей и пятеро внуков. Все связаны с музыкой, но не профессионально, как родители, а в виде увлечения. Учить профессиональной игре на гитаре и фортепиано своих детей не пришлось. Зато постигать эту непростую науку готовы маленькие брачане во Дворце творчества детей и молодежи. Буквально с утра до вечера. Но прежде чем обучать малышей, необходимо было получить среднее и высшее образование самим, рассказывают наши герои. Мне тогда было еще 19 лет, только закончила училище. И вот опять мой папа, вот как бы он сказал, нет, ты должна учиться дальше. Вот, и значит, мы сначала неудачно, значит, съездили в Астрахань, там я не поступила. И после этого он сказал, если уж тебя где-то там не примут, пусть это будет в Москве. И вот мы поехали в Москву. И поступила я к моей большой радости. Тогда он назывался Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Среднее специальное образование я получил в России, в Дагестане. Махачкала. После этого, после известных событий, в 89-м году я поступаю в Ириванскую консерваторию имени Каментаза. Мне очень было интересно именно этнографическая музыка, вот армянская истинная музыка. Общий стаж у меня очень большой, 45 лет. Несмотря на огромный музыкальный опыт по всему миру, удивительными путями жизнь привела супругов в Братск. Приехали сюда в 2015 году, вслед за детьми. Остались и влюбились в вечно молодой город. Более того, на протяжении пяти лет дарят свои бесценные знания брачанам. У меня прадедушка был гитаристом, и я тоже хочу собрать группу и выступать. Хороший учитель. Мне с ним хорошо. Он очень добрый. Он мне помогает, если я что-то не понимаю. Я хочу заниматься очень интересными вещами, и поэтому решил посвятить свою жизнь музыке и разным другим наукам. Уроки у нас проходят в очень теплой атмосфере, в доброте и уюте, так сказать. Дети становятся призерами и победителями конкурсов и фестивалей. Большинство продолжает обучение в крупных городах страны. Огромное внимание семья музыкантов уделяет также обучению ребят с ОВЗ. Музыка лечит. Музыка воспитывает. Музыка – это отдельный мир, признаются наши герои. Братск же, в свою очередь, для заграничных деятелей искусства стал настоящим домом. Нам уютно здесь работать, я не знаю. Я куда бы ни поехал по России, я возвращаюсь в Братск. Мы каждый год выезжаем на отпуск, ну правда, тянет сюда, просто ужасно тянет. Юлия Вербицкая, Владислав Гусев, программа «Факт», ТРК Братск.